Римский Колизей, Московский Кремль, рядом Египетская пирамида, а дальше Великая Китайская стена и окно в Европу, Триумфальная арка. В этом году шедевры мировой культуры можно увидеть в одном городке, в Ледовом. Мы смогли обыграть эти достопримечательности для Ледового городка в разрезе игровом. То есть дети, люди, во-первых, могут ознакомиться с ними, вспомнить, что такие вещи существуют и также играть на них. То есть они все функциональные. Чтобы спроектировать городок, его 3D-модель собирали по кубикам льда, правда, только пиксельным. Это позволяет узнать объемы требуемого материала. Сейчас композиция уже закончена, идет доработка мелких деталей. Это художественное изображение по мотивам китайской стены. А вот эти именно резцы, я вижу, тут изображены вроде как жители Китая, если я не ошибаюсь, да? Как вообще вот эта вот работа воплощалась, как это исполнялось? Сложно ли вообще вырезать это все? Это барельеф, выполненный профессионалами. То есть подрядчик приглашал из Москвы скульпторов, которые это делали вручную. А лед? Это какой-то особенный лед? Лед, чтобы достичь такой прозрачности, лед добывается на карьере, на песчаном карьере. Для того, чтобы вода, которая замерзла в нем, она была чистая, прозрачная. И каждая глыба, когда оттуда добывается, она проверяется. Есть какой-то запасной резерв льда, так сказать? Он всегда есть. В Хантамансильске, я думаю, лед найти не проблема. А я так понимаю, Московский Кремль, да? Да, это Московский Кремль. Почему часы не настоящие? Ну, это лед, минусовые температуры и настоящие часы, я думаю, в такой атмосфере они долго не проработают. Сейчас мы оказались в Париже, да? Да, это изображение эйфелевой башни. Какое она высоты? Шесть метров. А настоящая эйфелева башня? Настоящая я сейчас не могу сказать. Сейчас находимся в лабиринте египетской пирамиды, то есть слева от нас изображена сама египетская пирамида с барельефами. А вы знаете, как пройти этот лабиринт? Да, конечно, я же его проектировал. То есть мы с вами не забудемся? Нет, нет. А это какая-то определенная пирамида? Может, пирамида Хеопса? Да, она планировалась как пирамида Хеопса изображалась. Но в процессе были нанесены разные барельефы, это уже на вкус художника. И получился собирательный образ Египта. Пока дети тестируют новую горку, взрослые могут сделать оригинальное селфи или записать новогоднее поздравление друзьям из теплых регионов. Пусть позавидуют зимней красоте Югры. Главное, чтобы и стар, и млад бережно относился к этому рукотворному чуду. Тогда наслаждаться ледяными шедеврами можно будет до самой весны. Субтитры создавал DimaTorzok